МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа за кулисами большого экрана знакомит зрителя с людьми, которые делают кино, не появляясь на экране. Семья Кусай – это династия деятелей киноискусства. Кадыр Кусай – звукооператор, звукорежиссер высшей категории, который проработал на киностудии более 40 лет. Его жена Зияш Нуртаева руководила монтажным цехом. Сын – Ринат Кусай, оператор-постановщик, продюсер. Он преподает Казахской академии искусств имени Жургенова. Я, ведущий Сергей Уфимцев, представляю вам Кадыра Касая, первого звукорежиссера, который пришел на киностудию «Казахфильм» с ленинградским дипломом. Все ветераны помнят его смех. Я же сирота. Это в деревню, где я жил, в ауле, ну, раз в год или раз в полгода приезжала кинопередвижка. Там один киномеханик. Естественно, у них нет, он не пускал. И я, милый, я и так маленький, а там вообще был только совсем маленький. И между ногой людей забирался и прятался по скамейку, под стул. А он вытаскался, шиворот и выбрасывал. А я что думал? Думал, смотри, черт возьмите, придет время, я сам буду хозяином кино. Кадыр Кусай родился в 1932 году в селе Боровское Мендогоринского района Кустанайской области. В 37-м отца шестерых детей, который был основателем профессионального образования в области, арестовали. Двое младенцев-близнецов погибли от голода. Другие дети выживали, как могли. И Кадыр очень долго не умел смеяться. Мама умерла при рождении этих детей. Мамы не было, грудного молока не было. И кормили кобыли молоком. А когда уже, как врага народа, отца арестовали, уже и кобыли молоко исчезло, все исчезло, и они умерли. Сироты у меня остались мы в 37-м году. А в детдом приняли меня, например, только меня и моего старшего брата Сабита. В 44-м году только приняли, не принимали. Война шла, и сирот было уже очень много. Ой, я был слугой народа. А, не народа, а ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я был слугой, рабом был разных людей. Пас овец, коз пас, зимой и летом. Когда садились чай пить, хозяева мне давали маленький кусочек хлеба и кисти, чай. Все время голодный. В детский дом попал, тоже было голодный, это годы войны же. Из детского дома направляли в ФЗО и ремесленное училище в Кастанае. Но Кадыр хорошо учился и твердо решил ехать в Ленинград. Этот директор школы, корейский, сказал, Коля, я знаю, что ты хочешь в сфере киноработицы, собирай в Ленинградский киноинженер. Я настоятельно требую тебе отказаться от этой идеи. Почему? Потому что ты сирота, ты будешь жить на стипендию, там на первом курсе 220 рублей стипендию. А в Алма-Ате есть горный институт, там стипендию 395 рублей на первом курсе, почти в два раза больше. Поезжай туда, тебе же некому помогать будет. Он поступил в Ленинградский институт киноинженеров. Подрабатывал разнорабочим осветителем на Ленфильме. Но по распределению он попал на Казахфильм. В 1958 году я стоял в столовой, и ко мне подошел Султан Ходжик. Я-то в то время не знал, что он Султан Ходжик. Он ввечел, звоночок был у меня, лихий. Он говорит, ты что, Ленинградский киноинженер? Я говорю, да. Я говорю, вот приехал только. Ну, он ничего не сказал. А я в церкви дубляжа фильмов работал. В отделе дубляжа на казахский язык переводили. Уже в 1960 году он пригласил меня для работы в фильме «Если бы каждый из нас». Вообще все фильмы Ходжикова были трудные. И на всех фильмах он брал мне. На картине Султана Ходжикова «Казжебек» Кадыр Нур-Ахметович работал более четырех лет. Его привлекали на самые ответственные кинопроекты и сложно-постановочные картины. Он занимался дубляжом фильмов и мультфильмов. В качестве звукорежиссера работал над созданием художественно-публицистических картин студии «Казахтелефильм» и хроникально-документальных фильмов студии «Казахфильм». А звукозаписывающая аппаратура была далека от совершенства. «Ой, очень плохая аппаратура». Для этого я могу еще такой фактический пример привести. У нас зацепены некоторые такие композиторы, которые в Алмаке работали, и потом в Москве работали, и потом вообще уехали в Америку, в США. Его выступление я слушал, говорит, «Да вы же знаете, на «Мосфильме» аппаратура же была, каменный век же было». Бог ты мой, если на «Мосфильме» было каменный век, какой же век был на «Казахфильме»? Плохая аппаратура. Старая и несовершенная. На заре кинематографа многие воспринимали попытки озвучивать фильмы только как аттракцион. Против появления звука в кино был Чарли Чаплин, а в 1928 году советские кинематографисты Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров предостерегали от злоупотребления звуком. Несмотря ни на что, кино стало звуковым. На игровых, на художественных фильмах такого понятия записи, чистовой записи нет звука, а есть только черновая запись, и потом только идет озвучание. В 1967 или начале 68-го года меня командировали для записи голосов лебедей, гусей, уток, кургальжина, вот такой большой, много озер там. И там хлеба не было, одной рыбой питались мне. Назывался Торнваген. Целый автобус, снимаемая пленка 35 миллиметров, и записываем пленку тоже 35 миллиметров ширина. Вот такая ширина пленки, рулон 300 метров, вот такой бобина, и заряжается аппаратура КЗМ-4, КЗМ-6, вот так комплект записей магнитных, по-моему, расшифровывается. Операторы и другие люди завидовали нам, потому что у нас была своя передвижная электростанция, зимние натуры, у нас мы электропечку включали, и всегда было тепло, и всегда у нас был чай. Киношникам часто приходится работать на натуре. Бывает и так, чем хуже условия погоды, тем лучше для картинки. А потом буран еще искусственно создаем мы же, когда нужно. Вы же знаете ветродуя, самолетные моторы, один-два ветродуя, такая метель, когда на улице тишина, рабочий снегом подбрасывает перед ветродуем, а ветродуй лица оператора в камеру заваливает снегом. Самолетные моторы, что тут, какой нужно быть комментарий. Кадыр Касаев приводил в движение один из механизмов хорошо налаженной машины. Он общался со многими деятелями кино. Я очень уважал и любил Нурмхана Жантурина. Из всех актеров это был действительно выдающийся талант, и человек, он был недоступный для людей. Он подошел однажды ко мне и говорит, ты такой запасный, у тебя нет кипятильника. Я говорю, есть Нурмхана, и дал ему кипятильник. Ну, стакан кипятильник. В Крыму бы съемки были. И однажды приносят, мы все уезжаем, вот, пожалуйста, ты мне дал спасибо. Возвращает этот кипятильник, боже мой. У меня два-три таких кипятильника, и большой даже есть. Ну, у нас же всегда электричество в Тон-Вагене. Ни у кого нет, в поле-то ни у кого нет электричества. Только в Зукочей. Зия Шнуртаева устроилась в проявочное отделение. Но когда она увидела Кадыр-Касая, то выбрала его сразу. Но поженились они спустя годы. И однажды я выскакиваю. Вот это и идет чудо света. Я до сих пор счастлива о том, что он меня не обнял в тот день. Почему? Если бы он меня обнял, я бы не закончила Ленинградский институт киноинженера. Зияш Жанатбековна Нуртаева прожила на берегах Невы около 10 лет. А когда вернулась в родной город, работала на киностудии в цехе монтажа фильмов, который долгое время и возглавляла. Я всю жизнь ездила на Черное море за аппаратурой, за запчастями. И я все это привозила из Одессы. И вот однажды я побежала искать своего постобного рабочего. Там искала, там нет, захожу в просмотровый зал. Мама родная, сидит мой приятель. Я поскакиваю к нему. Я тебе же когда говорила, что я твоя? И вот с тех пор мы с ним живем уже 50 лет. Как мы с ним вместе обнимаемся, любим и целуем друг друга. Родила ему двоих детей. Мне все время звонили. Когда ты выйдешь на работу? Когда ты выйдешь? Я с этими двумя сидела. А когда ты? А у меня так получилось, что не успела я старшую дочку родить. Как этот выскочил? Как я появился в кино, я там родился. Просто папа и мама, они встретились на киностудии. И все. Я как результат. Как-то я с самого рождения почувствовал запах пленки. Почувствовал, что мне интересно быть в кино. Это моя среда. Папа постоянно был в командировке, а мама, она возглавляла цех монтажа фильмов. Я помню, детский сад закрывается на санитарные дни. Она брала меня с собой на работу и приводила. И на меня нападали 50 девчонок. Все меня угощали какими-то конфетами, чаем гоняли. Все так меня баловали. Сказали на руках, я думаю, как меня любят, какой я здесь звезда. Но я тогда не догадывался, что я, кажется, просто сын начальника. Поэтому такое было отношение ко мне. Мать всегда была центральной фигурой в семье. Хрупкая, но сильная, она успевала работать и руководить подчиненными, вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Ее дочь продержалась в кино недолго и выбрала другой путь. А сын ходит по киностудии, буквально по следам своих родителей. Кадыр Кусай и Зия Шнуртаева – специалисты из Золотого фонда казахфильма. И Ренат Кусай просто обязан был проявить себя в деле, которое стало главным в его жизни. Я играл с пленкой, и вот они делали вот такие пленки, щелкало, щелкало, щелкало. И мне так нравилось это делать. А еще больше мне сильно нравилось, когда они мне заряжали на монтажном столе пленочку, какие-то мультфильмы, и я их смотрел. В то время тогда не было, видимо, до фона. И для меня делали отдельные кинопросмотры на этом монтажном столе. Я смотрел, и с каждым разом я понимал, что, наверное, вся моя жизнь будет связана как-то с кино. Хотя, на самом деле, я помню, я хотел быть врачом, хотел быть таксистом, хотел быть водителем мусоровозки. Все говорят, а почему мусоровозка? Я говорю, ну как, приезжает, везде грязно. Приходишь, лопатой грибнул, и все стало чисто. Это классно же, когда наш мир стал чистым. Однажды Ренат пошел на работу не с мамой, а с папой. Детские впечатления повлияли на выбор профессии. В этот день был сделан еще один шаг в этом направлении. Когда мне было 6 лет, папа меня взял на съемочную площадку фильма «Алпамыси в школу». Там снимали сцену, когда Алпамыс болеет, к нему приходит друг, и он падает со стула. Ну, вот эту сцену я помню. Я пришел и увидел, когда эту сцену снимают, и увидел человека за камерой. Это был Абертай Костеев, оператор-постановщик фильма. И когда я увидел его за камерой, я вдруг подумал, боже, это крутая профессия, мне она очень нравится. И первый же момент, блок, никогда не смогу быть оператором. Это очень сложно. И спустя 19 лет в этом павилоне с более сложным светом на фильме «Юность Абая» я был оператором. Я ставил свет 30 приборов, давал команды, замерял их с панометром, обсуждал с режиссерами, с операторами, как лучше это сделать. И тогда в тот момент я подумал, боже мой, мечты сбываются. Настоящий интерес к учебе у смешливого парня появился только в кинотехниках, когда он подошел вплотную к киноделу. В школе я учился неважно. Как правило, все мои тетради были изрисованы всякими комиксами. Мне нравилось рисовать всяких самураев, всяких там шаржи на своих одногласников, учителей. Я всегда мечтал быть клоуном, прыгал по всяким там гадиробам, висел на всех, качался на всех этих, на пальто. Всю свою жизнь играл в кино. Это, это мое самовыражение. Всегда на меня многие смотрели как ни на серьезного человека. А мне казалось, когда люди смеются, они становятся от этого счастливее. А для меня это было очень приятно, когда люди счастливые. Когда закончил седьмой класс, мою жену вызвали, это самое, руководство школы, сказали, «Вашего сына в восьмой класс мы не примем». «Почему вы не примете?» «Да потому что он не сможет учиться. Видите, он сплошные тройки у него. Давайте вы, есть хорошее ремесленное училище, паркетчиком будет, хорошо будет зарабатывать и не будет мучиться». А у нас соседка была преподавать кинотехнику, хотя мы все, мы сами, жена и я, были киношниками. И его отправили к кинотехнику. И там была заинтересована, и преподаватели попались, мужики такие. Он мог стать актером, клоуном, художником, шофером. Но отец очередной раз привел его на съемочную площадку. Я понял, что я попал в руки самого строгого начальника. Это мой папа. Все-таки в своей жизни более строгого начальника я не видел. Мой отец всегда первым делом мне что-то сказал. Ринат, запомни, кино это не благоган. Надо серьезно отточиться. Многие к кино относятся как вот такая площадка для тусовки. А это очень серьезная вещь. Кино же влияет на сознание зрителей. И очень важно, что ты ему покажешь. Я всегда своим ученикам говорю, знаете, у нас белый экран. Что бы вы ни показали бы на белом экране, какие мысли, чтобы он не отразил бы, он всегда останется белоснеждным. А ваши мысли – это только ваши мысли. Есть всегда, они там темные, они только останутся, только с вами, но никак. Но всегда думать о том, что вы даете зрителю. А зритель должен получать, прежде всего, светлые мысли. Мы мысли о прекрасном. Ринат помогал отцу в качестве звукооператора. Но Кадыр Косай, который записывал голоса, песни и музыкальные произведения деятелей культуры и искусства в золотой фонд кино и телевидения, напомнил сыну, что он хорошо рисует, а значит, видит картинку. Он взял у кого-то из друзей фотоаппарат, и Ринат подготовил серию работ для поступления во ВГИК. Я закончил в ВГИК в 96-м году. Как раз, сами знаете, лихие 90-е, эпоха, мало картинья. Много моих сверстников приезжали из Москвы и были невостребованы. Но вот это горячее желание освоиться, утвердиться в профессии, она нас не оставляла ни на минуту. Тогда-то-да нас не брали на большие проекты, но мы снимали небольшое кино на видеокамеры. Когда собрались, вот Ануар Рыбаев, Сергей Кутебергенов, ныне действующие режиссеры, Гужа Тамарова, мы все как-то подумали, а может быть, нам есть смысл этот фильм показать на большом экране. Мы сделали фестиваль и назвали его «Смотри по-новому». И этот фестиваль, он начался со слов, с манифеста «Нас никто не знает, нас никто не слышал, но мы есть». В тот период в Академии Жургинева открылся новый факультет. Набирали студентов на режиссерское и операторское отделение. С этого момента началась страница нашей академической киношколы, которая выпускает пресс-финкал, которые сейчас уже, фильмы которых сейчас заполняют киноэкраны и телеэкраны. На телевидении Ренат Касай внедрил новую технологию. Привычные статичные картинки он заставлял двигаться, и они заиграли по-новому. Но он хотел снимать кино. На фильмы нас особо не подтягивали. Мы снимали рекламные ролики, музыкальные клипы, но пытались быть профессией. Как раз мы с Аханом с Атайомом есть много, снимались с Мустемом обдрашиваем. Мы все вышли практически из малого формата. А малый формат предполагает, конечно, очень точно относиться к построению кадра, ясности рассказа истории. То есть рассказать историю в 30 секунд, это всегда тяжело, и пытались это делать достаточно. И после этого мы вот эти навыки принесли в кино. Этот клиповый монтаж, это ярко-бурно развивающийся сюжет. Ренат Косай был награжден президентской стипендией в области кино. Удостоился приза за лучшую операторскую работу на фестивале «Смотри по-новому» и национальной кинопремии «Кулагер». Получал призы за лучшие операторские работы на других международных фестивалях. Мой дебют в полуметражном кино состоялся благодаря Ордаку Амиркулову. Он запускал вместе с своими студентами фильм «1997. Историю про поколение 90-х». И он дал нам вместе с Александром Рубановым, Сашей Рубановым, мой друг, с которыми вместе учились в Москве. Вот мы вместе с ним сняли первый свой фильм, и после этого нас начали принимать как серьезных операторов. И параллельно получилось так, что нас пригласили снимать еще на телевидении. Мы снимали фильм и пригласили нас снимать на телевидении. Цикл программ «Казахстанская новая волна». Сегодня оператор Ренат Касай совмещает работу в кино и на телевидении с преподавательской деятельностью. Я всегда своим ребятам говорю, прежде всего нужно полюбить профессию. То есть в этом смысле с первого курса я стараюсь их ввести в состояние огромной любви к профессии. Чтобы они поняли, куда они попали. Потому что профессия оператора сама по себе – это профессия очень интересная. И очень… ну особенно сейчас, когда век доступных технологий, я бы так сказал, многие взяли в камеру и считают себя операторами. На самом деле это не так. Нужно все-таки чувствовать композицию, нужно чувствовать свет. А самое главное – понимать историю, которую ты хочешь рассказать. Борг направленный, создает точное освещение. Здесь можно спокойно делать широту луча, если вы заметили. Вот оно делает, да? Таким образом, в данном случае, он является контровым. Отрезаем от фона. Далее вот этот прибор. Дай-ка вот этот прибор сюда поставь. «Свет уходит» – это фраза знакома всем, кто работает на съемочной площадке. Освещение играет роль в восприятии человеком того, что происходит на экране. Кинооператор использует свет как главное средство выражения своих художественных замыслов. Необходимо определить яркость световых пятен на общем фоне, которые отвлекают внимание зрителя от действия и в то же время влияют на ощущение колорита и тональности. Отдельный кадр живет на экране несколько секунд, и световая композиция строится с учетом фактора времени. Мастер учит своих студентов ставить свет, выстраивать композицию, находить лучшие точки съемки. Одним словом, он готовит специалистов, которые будут снимать кино. А тем, кто выбирает этот путь, приходится работать в самых разных условиях. Поэтому кинооператор должен быть закаленным. У меня достаточно много было ударов. На первом курсе я очень серьезно заболел, только когда учился в ВГИКе. Простудился у меня, мне пришлось на полгода лечь в больницу. То есть была очень серьезная болезнь, от которой раньше люди умирали. Мне сказали, если ты еще раз простудишься, мы лишим тебя легкого. И я поехал в Москву учиться, опять простудился, приехал. У меня высокая температура, меня должны были положить в больницу. За что? Чтобы сделать операцию. И накануне мне мама сказала, сынок, я говорю, понимаешь, давай пойдем таким путем. Пойдем на потаковку. А это было 13 февраля 1993 года. И ты в потаковку должен нырнуть. С температурой 38. Это мне сказала родная мама. Я послушался ее, нырнул. Если такие официальные методы не работают на данный момент, значит, надо свое тело закалять. Я разделся и нырнул в речку. С тех пор я не могу без холодной воды. Я везде, где бы ни находился, я отнимаюсь всегда. Мне это нравится. И, знаете, это в нашей работе очень помогает. Нам во ВГИКе мастер говорил, не выход на работу оператора, только смерть. Может быть, причина не выхода на работу. Я также воспитываю своих студентов. Если человек не пришел на площадку, это я воспринимаю как предательство к нашему искусству, к творческому коллективу. В жару и в холод. В дождь и слякоть кинооператор не отходит от камеры, чтобы мы, уютно устроившись в мягком кресле, могли увидеть на экране душный и безветренный летний полдень, унылый, хмурый осенний вечер или морозное зимнее утро, когда под ногами хрустит снег, а солнце вычерчивает на земле длинные тени. Ты фокус переводишь во время холода, переводишь, в это время у тебя выпути все примерзает. Так интересно, обалдеешь. Были моменты, когда ты поставишь камеру где-то на высокой точке, для общего плана, допустим, в фильме «Сардар», когда караван снимали, там стояла камера на самой высокой точке, на горах мы подняли туда штатив, камеру, там внизу массовка готовилась, солнце напалит. Но я как-то забыл про бутылку воды, просто лично это моя, может быть, а рядом со мной ассистент. И камеру не оставишь, и не уйдешь. Иногда, знаете, вот такая жара, и ты думаешь, боже мой, что я здесь сделаю? А сам думаешь, а зато какой красивый кадр может получиться? Вот ради этого кадра можно отдать кусочек своей жажды. Во-первых, я очень ценю доверие, которое оказал мне режиссер, пригласив меня в качестве кинооператора, постановщика. И я считаю, что уйти с площадки, не выполнить поручения, ту задачу, которую поставил мне режиссер, продюсер, нужно оправдать. Это качество нам всегда, во-первых, мои родители мне это давали, дали, и, конечно, в ГИКе это тоже учили этому. Стойкие родители учили сына, никогда не сдавайся. Чтобы не случилось, работай веслами, и если течение несет не к тому берегу, который тебе нужен, греби против течения. Я не воспринимаю разрушения, в принципе, поэтому мне хочется, чтобы мир был наполнен теплом и любовью. А значит, мои любимые цвета, конечно, цвет оранжевый и цвет зеленый, цвет солнца и цветущей зелени. Моя любимая пора – весна, как начало жизни. Как помните, Барон Линхаузен сказал, все самые большие глупости сделаны с серьезным выражением лица. Поэтому улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вообще улыбка – это признак, прежде всего, ясности, свобода мысли. Каждая картина – это прежде всего твой ребенок, которого ты себе родил, подарил этому миру. Поэтому каждая картина по-своему дорога, близка. Я не могу видеть самого любимого. В каждом остался кусочек моего сердца. По поводу наград, свое мнение, самое главное, чтобы зритель принимал мои работы, радовался и как-то воспринимал с благодарностью вот это лучшая награда для меня. Программа «За кулисами большого экрана» А я, ведущий Сергей Уфимцев, прощаемся с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин